Вот такой номер нам дали на пятый раз после того, как мы несколько раз просили поменять нам номера, потому что все предыдущие были наполовину биты. Есть шкаф вместе с сейфом, вот он, есть инструкция как им пользоваться. Вот вешалки все для вещей, есть утюг и гладильная доска, ну и собственно полки. Вот такие две кровати, не совсем новые, как и все в этом номере, но что самое интересное, это ножки кроватей. Это просто, просто поразительно, если честно. На самом деле вся мебель здесь очень старая, как будто попадаешь в, ну, наверное, в комнату в санаторий. Есть кофемашина, постоянно меняют пакетики с кофе, чаем и сахаром. Есть кружки, два стакана, дают воду чистую, потому что из-под крана пить нельзя. И, как я поняла, это термос. Есть выключатели и розетки, причем у нас, нам говорили, что здесь есть переходники для наших обычных российских розеток, но это не так, поэтому лучше брать все с рукой. Вот такой у нас балкон. Многие платят деньги для того, чтобы у них окна выходили на море, чтобы был виден пляж, океан и все остальное. Но на самом деле намного лучше, когда окна выходят на парк, потому что здесь есть птицы, здесь тишина, и не слышно всех страшных звуков, которые около бассейна, на которые также выходит вид, если видишь море. Вот так здесь включается свет, то есть без карты он работать не будет, и есть вот такие переключатели. Ванная, если честно, жутковата, пахнет тут страшно. Туалет, мусорка, есть туалетная бумага, которую тоже меняют, когда она заканчивается. Есть два полотенца для тела и два полотенца для ног. У ванны, если честно, тоже пугающие. Заходить в мир без обуви, это страшно. Когда первый раз мы поселились в наш первый номер, нам в ванну дали комплект личных вещей, что-то вроде этого, но он был рассчитан только на одного человека. То есть одна зубная щетка, одна шапочка для купания, одна губка для обуви, и мыло было тоже одно. После нескольких раз, когда мы ходили на ресепшн и меняли наш номер, показывая все эти ужасы, которые были в том. Нам дали и этот, который был самым лучшим из всех. Но всё равно есть ощущение, что ты не в Доминиканской республике, и приехал ты сюда не за те деньги, которые ты заплатил, а просто где-нибудь в Кисловодске, в каком-нибудь санатории. Здесь есть мини-бар. Его постоянно пополняют. Вот там бутылочки с водой, соком, ну и, собственно, наши конфеты. Холодильник вроде работает, кажется. Вот. Кстати, мини-бар входит в стоимость путёвки и, собственно, всего номера. Вот такой сам номер весь. Вот он. Старый, ужасный. Ну, во всяком случае, он в разы лучше того, что дали нам в первый раз. Мы, как бы, сейчас довольны. Но кажется, что он не стоит тех денег, которые мы заплатили. Вот даже картина с плесенью. Вот они. Ну, он заметно лучше и новее тех, что нам давали до этого. И это как-то... Приятнее. Если кто-то будет ехать сюда, в этот отель Accidental Caribe, и вам предложат заплатить за номер, который будет лучше, вы лучше не платите. Ну, если это, конечно, не тот номер, который выходит на океан, просто настойчиво просите номер получше. Если вам, конечно, не нужен этот вид на море, и на пляж, и на бассейн, просто просите хороший номер. Хотя стоит отметить, что новых номеров тут совсем нет. Все эти фотографии, которые в интернете, на разных сайтах, где можно забронировать себе номер или купить вообще несколько, например, комнат, если они есть здесь побольше, были эти фотографии сделаны лет 20 назад, и на них лучше не вестись. И даже если вам ваш оператор в турагентстве говорит о том, что номера здесь просто шикарные, не верьте. Здесь везде есть вот такие кровати, вот с такими спинками, и вот с такими ножками. Здесь, наверное, не видно, я сейчас покажу на другой. Вот они. И вот с такими ковриками. Чистота в номере тоже так себе, потому что вот оно кресло, и вот оно не очень чистое. Да, собственно, как и пыль везде. Что радует здесь, это то, что есть телевизор, и здесь показывает первый канал. Но показывают его именно в том времени, в котором он идёт в эфире в России. И, в общем, как-то неудобно. Ты приходишь домой, наверное, где-то часам в девяти по местному времени. То есть это уже где-то около четырёх часов в России, по-московскому. И ты, собственно, видишь какой-то сопливый мыльный сериал, который тебе, собственно, вообще не интересен. А новости можно посмотреть вот сейчас, в два часа дня. Вот они идут. Это вечерние новости, девятичасовые. Вот всё, что радует в этом номере. Правда, хорошее обслуживание. Во всяком случае, пока нам поменяли полотенца на второй день, но мы их оставили на полу, и нам поменяли и постельное бельё. Насчёт комаров и всех насекомых, о которых говорят люди, приезжая, или вообще о которых вас могут предупреждать. Сейчас могу сказать, во всяком случае, пока здесь никого нет. Здесь чисто. И вот такой кондиционер. Что самое интересное, когда здесь убирают кондиционеры, или вообще по всей комнате разбрызгивают какую-то жидкость, которая очень неприятно пахнет. Так пахнет вообще во всём отеле. Даже еда есть с этим привкусом и с этим запахом. Поэтому, возможно, это какое-то растение, которое так любят доминиканцы. Но вот номера у них такие. И это самый лучший номер из всех четырёх, которые мы посмотрели. Даже, наверное, из пяти. Потому что мы очень много раз ходили на ресепшн, мы смотрели все номера. Вот. Но этот самый лучший здесь. Тихо, утром поют птицы. Ты смотришь на пальмы и, в общем, радуешься жизни. Если вы хотите большой, уютный, чистый, комфортный номер, то вы, возможно, получите только уютный, потому что комфорта здесь мало. Он не очень чистый, это видно, и не очень новый. Точнее, даже совсем не новый. Но для того, чтобы просто поспать здесь, этого хватит.